Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами находимся в Восточном Ацентином округе, а конкретно в Калошинской промышленной зоне легендарной. И более конкретно район называется район Метро-Городок. Сегодня мы с вами будем рассматривать жилой комплекс от компании Пик под названием Открытый парк. Вот что же он из себя представляет? Ну, начнем с того, что он уже находится в районе Метро-Городка. Метро-Городок это у нас такой район, где жили рабочие строители метрополитена. И вот там он, например, находится район Метро-Маш, который производил продукцию для метро. Вон там он где-то находится. Также здесь в окружении много различных промышленных объектов, много заводов. Железобетонный завод в прошлом, советский. ТС-23, Мосэнерго, вон она. Сейчас мы ее, наверное, увидим отсюда. Вон ее трубы, видите, Гарри? Видны. Гарри, которая обеспечивает, наверное, электроэнергии столько, сколько требуется для обеспечения полуростового Крыма. Также здесь Московский ламповый завод и большая куча железнодорожной сети, которая просто пронизывает всю Калошинскую промышленную зону. Данный жилой комплекс, открытый парк, он входит в программу рекультивации промышленной зон Москвы. Ну и, соответственно, открытый парк, он тоже является продуктовой рекультивации промзон. Строится он довольно недавно, то есть в мае здесь еще были котлованы, а сейчас здесь уже завершено строительство первых этажей, которые я сейчас покажу. Сейчас я подойдет поближе и покажу. Пока хочется сказать об окружении, то, что метро здесь ближайшее к бульвару Рокоссовского, он находится вон там, прямо по Тагильской улице. Да, вот если идти на западе, то есть идем по Тагильской улице прямо, сварчиваем налево на открытое шоссе, упираемся в бульвар Мирокоссовского, красные ветки метро. Также там бульвар Рокоссовского, Московской кольцевой дороги. И параллельно МЦК располагается северо-восточная Харда. Поэтому все это хорошо, да, но идти до туда довольно далеко. То есть пешком не дойдете, нужно ехать на чем-то, нужно ехать на машине, транспорта здесь ближайшего я не вижу, потому что пока еще инфраструктура внешне не настроена. Если идти туда, на юг по Тагильской улице, то там мы упремся в Щелковское шоссе. Но опять же так просто мы не упремся, нужно и сворачивать налево, ехать через Монтажную улицу. Короче говоря, нужно ездить различными проектированными проездами, чтобы попасть на Щелковское шоссе. Так просто не попадете, потому что опять же связано это с тем, что эта Калошинская промзона еще не благоустроена. Но в целом жилой комплекс располагается между Щелковское шоссе с юга и запада с северо-восточной Хардой и МЦК. Вот сам у нас жилой комплекс, он пока еще только строится, то есть первые этажи у нас реализованы. Что касается общей технологии строительства, данного жилого комплекса, то это стандартные пиковские технологии строительства, это монолитный железобетонный каркас, на который будут наслаиваться у нас плиты, трехслойный бетон, утеплитель бетон. Они довольно современные, хорошими свойствами тепла и звука. И потом это все будет облицовываться, данные плиты, клинкерным кирпичом или клинкерной плиткой. Вот. Всего планируется 22 корпуса, разной этажности они будут. Что касается квартир, то есть планировок квартир, то здесь будут тоже пиковские, пиковское разнообразие квартир. Это евроформаты, будут традиционные планировки. То есть традиционные планировки евроформат, они отличаются тем, что та же самая площадь европланировки, она соответствует, то есть двухкомнатная, например, европланировка соответствует однокомнатной традиционной планировке. Скажем, однушка 30 метров, это двушка европланировки. То есть 30 метров двушка евро, и 30 метров это однушка традиции. Что касается стоимости квартир, то здесь имеется в продаже студии 19,9 метров, и стоимость их начинается от 5 с лишним миллионов рублей. Сдача будет в конце января 25 года. Что касается однокомнатных квартир с площадью 30 с небольшим метров, то стоимость их составляет 7 с лишним миллионов рублей. Такая же стоимость составляет и евро двушки. Тем же метражом 30 с лишним метров квадратных. И двухкомнатные квартиры метражом чуть больше 50 метров обойдутся вам чуть больше, чем 10 миллионов рублей. Внутренняя инфраструктура здесь пока так не видна, но обещают построить три детских сада, одну школу. Не будет подземных парковочек. Будут наземные парковки. Вообще, внешняя и внутренняя инфраструктура здесь чрезвычайно важная вещь. Почему? Потому что здесь промышленная зона Калушинская, как мы видим. Здесь нет поблизости никаких торговых центров. Ничего такого тут нету. Поэтому первое время наверняка тут понадобится пользоваться внутренней инфраструктурой. Поэтому наличие школ, детских садов это очень важный элемент данного жилого комплекса, находящегося здесь. Что касается двора, то это тоже стандартные пиковские дворы, которые вы можете посмотреть на моих множественных обзорах пиковских. То есть здесь будут площадки для самокатов, здесь будут спортивные комплексы, спортивные площадки для взрослых, спортивные площадки для детей. Они будут довольно современные, с прорезинным покрытием, со скамейками, с зонами отдыха, с насаждениями, маломеркотерной формы. То есть все, что характерно Пику, все его современные технологии, они здесь будут присутствовать. Вот. Входные группы здесь тоже не видны, но они будут быть, но они будут тоже пиковские стандартные. То есть это будут у нас безбарьерные входные группы, они будут стеклянные, будут с видеонаблюдением современным, не будет консьержа, зато будут колясочные, будут велосипедные. Вот. Характерные особенности этого жилого комплекса, например, по сравнению с тем же Лосино-Островским, который уже строится вон там вот, в начале Тагильской улицы, является то, даже на открытом соцсене Лосино-Островский находится, является то, что здесь будут толки чуть-чуть выше. То есть там они 2,6 метра, здесь будет 2,7-5. То есть для вот этого жилого комплекса, для пиковского ЖК это, в принципе, ну, довольно неплохой плюс. Вот первые этажи тоже мы уже можем наблюдать, они уже формируются. На первых этажах будут пекарни, будут различные объекты внутренней фруктуры, такие как небольшие магазинчики, стоматологи, кабинеты, различные пекарни, кофейни и так далее, и тому подобное. Вот. Что хочется сказать в заключении обзора моего жилого комплекса, это то, что давайте пройдемся, посмотрим, может быть, немножко все окружение под Тагильской улицы. Ну, минусы, да, сразу хочется выделить минусы, это, конечно, то, что здесь промышленная зона Калошинская, это прям очень сильно бросает в глаза. Вот. И первое время, пока она не будет рекультивирована, конечно, жить здесь будет довольно уныло. Также вот вид на вот эту вот ТЭЦ 23-ю, у нас энерговская, тоже будет придавать долю к толику своей унылости жилому комплексу. И второй минус, который бы я бы здесь выделил, конечно, это слишком большое расстояние до метро, то есть, идти туда вот, идти по Тагильской улице туда вперед, это очень далеко, и это, конечно, тоже большой минус, но очень сильно, сильно расстояние долгое, далекое до метро, это, конечно, тоже я бы выделил минусом. Вот такой вот мой обзорчик жилого комплекса, находящегося в Калошинской промышленной зоне. Спасибо, что посмотрели мой обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду вам благодарен, пишите свои комментарии, что вы думаете об этом комплексе, об этой промзоне, об этих ценах на недвижимость данного жилого комплекса. Ну, а я с вами прощаюсь, всем удачи, увидимся на следующих обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok